Всем привет, дорогие друзья! Сегодня хочу поделиться с вами очень простым, но неимоверно вкусным рецептом. Этот рецепт из разряда все смешал и в духовку. На приготовление такой вкусноты потребуются самые простые продукты. Те, которые зачастую есть в любом холодильнике. А еще радует то, что прилагать каких-либо усилий на приготовление такого пирога в принципе не придется. Все готовится на раз-два. Если вы не первый раз смотрите мои рецепты и они кажутся вам интересными, приглашаю вас подписаться и нажать колокольчик, чтобы смотреть их первыми. За основу пирога беру овсянку. Это хлопья долгой варки, цельные и достаточно крупные. Здесь у меня 12 столовых ложек с небольшой горкой, это 160 граммов. Заливаю овсянку кипятком, понадобится 200 миллилитров. На этом этапе овсяные хлопья оставлю в сторону, займусь следующими ингредиентами. Два небольших яблока, предварительно очистив от кожуры, разрезаю и удаляю сердцевину. Подготовленные кусочки, в свою очередь, режу на небольшие кубики. Вес яблок после очистки 200 граммов. Я предпочитаю брать кисло-сладкие сорта яблок, мне так больше нравится. Вы смотрите по своему вкусу. К измельченным яблокам добавляю 1 чайную ложку корицы и слегка перемешиваю, чтобы соединить эти ингредиенты между собой. Также хочу добавить в пирог 50 граммов грецких орехов. Их просто слегка рублю, но не слишком, чтобы впоследствии в пироге мы смогли почувствовать кусочки тех самых орешков. Ну что, собственно говоря, все ингредиенты подготовлены, можно переходить к завершающему этапу – сбору пирога. Выкладываю в миску изрубленные орешки. Сюда же добавляю уже слегка пропаренную овсянку. Следом ароматные и очень душистые яблоки с корицей. А еще обязательно добавляю в такой пирог вишню. У меня 100 граммов свежемороженной ягоды без косточки. Для того, чтобы пирог хорошо держал форму, добавляю одно куриное яйцо и не более. Ну а для того, чтобы вкус был сбалансированный, обязательно щепотка соли. В сегодняшний пирог я также кладу 3 столовых ложки без горки коричневого сахара. Это ровно 60 граммов. Осталось все ингредиенты смешать до однородной массы. Хочу заметить, что вместо грецких орехов вы смело можете брать любые другие орехи, те, которые вам нравятся, или не добавлять их вообще. То же касается и вишни. Я, к примеру, ее очень люблю, поэтому добавлю. Но вы вполне можете заменить ее другой ягодой, либо какими-то сухофруктами. В общем, это именно тот вариант пирога, где можно экспериментировать и добавлять, либо убирать ингредиенты, которые вам нравятся или не нравятся. Ну вот, масса готова. И также я подготовила форму, диаметр которой 18 сантиметров. Дно я уже выстелила пергаментом. Ну а для того, чтобы пирог, не дай бог, не приставал к бортам, я их смажу небольшим количеством растительного масла и также проложу кусочками пергамента. Это позволит без труда извлечь пирог после выпекания из этой формы. А еще, благодаря пергаменту, форму не стоит и не нужно ничем смазывать. Но рекомендую брать хороший качественный пергамент. У меня, к примеру, силиконизированный. Итак, можно выкладывать подготовленную массу в форму. И еще, если вы не употребляете сахар, вы можете смело заменить его тем подсластителем, который используете вы по своему вкусу. Осталось все разровнять хорошенько, чтобы придать пирогу красивый и аккуратный вид. По желанию, вы можете сверху дополнительно присыпать пирог какими-то дробленными орешками. Вот так быстро, просто, буквально за несколько минут у нас все готово. Пирог можно отправить в духовку. А ее я уже разогрела до 180 градусов. И теперь буду запекать пирог 30-35 минут. По истечении этого времени, мой пирог хорошо схватился и отлично пропекся. Дам ему буквально 10 минут для того, чтобы он немножечко остыл, а затем уберу из формы. Итак, прошло 10 минут. Убираю форму и перекладываю пирог на блюдо. Слегка присыплю его с сахарной пудрой. А если вы совсем не употребляете сахар, подойдет, к примеру, какао-порошок или та самая корица. Пирог очень ароматный. Переплетение корицы, яблок, приятный и нежный аромат печеной овсянки – все это уже сейчас вызывает у меня огромное желание съесть кусочек этого пирога. А с чашечкой чая это просто грандиозно. Как видите, все готовится быстро, легко, без какой-то особой подготовки. Очень рекомендую вам приготовить и попробовать вот такой вкуснейший пирог. Калорийность этого блюда – 181 килокалория на 100 граммов. Хочу напомнить, что количество всех ингредиентов, которые я использую в этом рецепте, я уже указала в описании под видео. Друзья, мне будет очень приятно, если вам понравилось такое видео и этот рецепт. Оцените его лайком и пишите мне комментарии. Ну а я от всей души хочу пожелать вам стройной фигуры и приятного аппетита. Не прощаюсь с вами, увидимся в следующем видео.